Заходить, значит, в студию, такое начинает, просто, басиком таким разгадом, а Лев Валерьян, что ли, появился, но нет, это у нас Данил Притков, он же не лето! Даня, доброе утро у тебя! Всем здорово! Доброе утро! Ну, вообще, если кроме шуток, то Данил, мы сказали, что он певец, исполнитель, автор, но помимо этого он танцующий музыкант, потому что именно, ну, наверное, в первую очередь, благодаря раскачанному такому танцевальному YouTube-каналу Даня получил первую популярность, Потом, благодаря телевизионным проектам, но в итоге случился трек, который выстрелил, который звучит из каждого утюга, называется он «Любимка», поэтому предлагаем Дань с него начать, а потом уже пообщаться Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Время пострелять, между нами поебал, попадаешь в сердце, сдаешься там, любимка И просто трачу себя, и просто трачу себя, всего себя на тебя Время пострелять, между нами поебал, попадаешь в сердце, сдаешься там, любимка И просто трачу себя, и просто трачу себя, всего себя на тебя Попадаешь в сердце, сдаешься там, любимка Попадаешь в сердце, сдаешься там Это, это Deadline, я потратил весь прайм, для мне нужен Skyline, чтоб отсюда слинять Между нами контра, это Mortal Kombat Ты вампир, я плейд 2, первым он без славы Давай на ТТТ, ты и мы ТТ, я прикрываю свой ты, я аж тебя уже снил, я Где же ты, где же ты, где, тратил себя по ГД, был табельным статус ты, я Чуть не погиб молодец, я, 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 я Июны плачут, плачут, как песни, крок, имею рэп-фай Июны плачут, плачут Время пострелять, между нами поебал, попадаешь в сердце, сдаешься там, любимка И просто трачу себя, и просто трачу себя, всего себя на тебя Время пострелять, между нами поебал, попадаешь в сердце, сдаешься там, любимка И просто трачу себя, и просто трачу себя, всего себя на тебя Пау-пау-пау-пау-пау, попадаешь в сердце, сдаешься там, любимка Попадаешь в сердце, сдаешься там, любимка, и без ствола, без ствола, как без тебя, буду петь ствола, без ствола. Не лето, дамы, господа, у нас в гостях. Слушай, круто, 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 огненно. Особенно круто, что Даня все это время не только пел, но и когда были паузы между стволами, он еще успел реально танцевать, делал это круто. Красавчик, да. Я могу вообще мощно гасить, это было просто, понимаете, вот так вот. Но понимаешь, так что, Дань, знаешь, для того, чтобы круто и танцевать, и петь одновременно, нужно быть или Валерием Леонтьевым, ты же понимаешь, или... Ну какие еще варианты, иначе сбивается дыхание. Чтобы вы понимали, на самом деле у меня порой многие спрашивают про дыхание, типа, как ты дышишь, что я говорю, я ничего в этом не понимаю, потому что у меня были моменты, когда мы с ребятами раньше в коммерческом коллективе выступали как? Танцевальный коллектив? Мы пели... Нет, вокальный. Вокальный, ага. Мы вылетали на корпорат, пели «Трава у дома», и там была такая версия, где был такой какой-то дроп танцевальный такой под брейк-данс. Я выходил, я делал такой мощный прыжок, потом делал, крутил гелик, делал крикет, потом вставал на руки, прыгал в бананейру, потом стоял на руках, вот так оставался после этого. А потом второй куплет. Мне подносили микрофон, и я пел второй голос в терцию. Вот такая тема была. Вот это дыхалка. Но мы почти ничего не поняли из того, что ты делал такой частично. В общем, знаешь, накрутил сальтухи, крутишь нижний брейк-данс, как люди как бы знают, и потом стоя на руках поешь. Это понятно, что это очень круто. Это мощно. Да, твоя физическая форма, это, пожалуй, твоя такая третья история о тебе, там, первая, это танцы, вторая, это песня, третья, это вот это. Ты же и в «Русском ниндзе» участвовал, и делал это весьма-весьма успешно. Ну, было, было. Ну, а ты, вот смотри, давай, в принципе, начнем. Знаешь, с чего? Вот ты реально был, и остаешься крутым танцором, начал петь, но, казалось бы, вот, учитывая, что у тебя реально миллионы просмотров на Ютьюбе, почему бы не пойти в шоу «Танцы» на ТНТ? Почему ты пошел в шоу «Песни» на ТНТ? Даже когда я занимался исключительно танцами и преподавал танцы, я не хотел идти на шоу «Танцы» на ТНТ. Но эта история для меня такая, то есть есть разные танцоры, есть хореографы, есть какие-то уличные танцоры, такие, знаете, батловые, то есть это как в музыке, есть фристайл-музыканты, какие-то музыканты есть, там, ну, в общем, все же делится по жанрам. И это не моя была история абсолютно, и как-то вот не тянуло. Ну, а вот «Песни» на ТНТ ты пришел, ты, во-первых, главное, что ты засветился, и тебя реально узнало большое количество людей, ты понравился большому количеству людей, но при этом вот ты как-то, типа, депресснул то, что вот я не смог выиграть этот проект, я не попал на лейбл. Вообще нет. Вот сейчас, если бы тебе, допустим, сказали, Дань, слушай, ты всем все доказал, ты реально красавчик, давай-ка к нам на лейбл, условно, там, на Blackstar или на лейбл Малфа, да, ты бы пошел или уже все, зачем уже? Я и тогда не пошел, вы понимаете? И сейчас тебе более. Я и тогда бы не пошел. Вы думаете, почему я, как бы... Ну, то есть ты пришел просто заявить о тебе? Пишу то, что хочу писать. Я пришел, но все же понимают, что любой проект телевизионный — это своего рода реклама, вот и все. Конечно, конечно. Поэтому никто, как бы, не скрывает, что туда мы идем хайпануть, а дальше уже какой путь складывается. Кто-то, как бы, с открытыми глазами говорит «Да, я хочу с вами», а потом жалеет, как бы. Я был уверен в своей музыке, я понимал, что моя история, она вот здесь, со мной, а не где-то там, с какими-то людьми, вот. Слушай, ну а вот тот факт, что у тебя не так давно вышел клип на песню, да, «Любимка», он собрал уже хорошее число просмотров, там около трех с половиной, если я не ошибаюсь, но танец на эту песню собрал в три раза больше. Вот в чем феномен? Хотя там ты просто такой фристайл, ну условный фристайл, да, лайф, лайф назовем так, лайф танцуешь, да, а здесь реально там смонтированный, срежиссированный профессиональный клип. В чем прикол? А прикол в том, что я очень трушный парень. И все, что делаешь по-настоящему, искренне, это всегда срабатывает. И так в жизни моей, ну, происходило со всем. Вот все, что связано с искренностью, с чем-то настоящим, все срабатывает. И люди это видят, люди это чувствуют, слышат. И только так это работает. Так, Дань, о творчестве и спорте, кстати, тоже поговорим через несколько минут буквально. Самый неискренний, нетворческий и нетрустный. Я категорически не спортивный человек, Антон Кабанов. Ты мог бы, Антон, вот покрутить сальтуху, нижний брейк и потом хотя бы жить? Ну, хотя бы гелик. Просто, просто жить? Мог бы, но один раз и все. Понятно, да. Доброе утро, ребята. Здравствуй, Даниил. Наконец-то до нас доехал. Из моего утюга вчера любимка все-таки прозвучала 10 раз. Причем я расслышал ее вчера впервые. Давай, ты танцевал, ты вчера подтанцовывал. Ну, что-то двигалось, какая-то часть моего тела двигалась под эту музыку. Но у меня первая реакция была, что только что произошло? А почему эти слова все сложились в одном и получилось так круто? Вот про слова, Дань, вот скажи, пожалуйста, вот фразы без сдачи, да, вот в тебя, это скажи, пожалуйста, ты сразу эту провокацию задавал? Или, ну, просто так родилась строка, а потом уже, ой, как получилось, так комично? Все, обычно говорят, гениально и просто, а здесь, наоборот, все просто и гениально. Все просто и гениально. А мне про Mortal Kombat больше запомнилось сразу. Нет, мой любимый панч — это «Ты вампир, я Блэйд 2». Это прямо, это самый большой панч. Это хорошо, это красиво. Ну, а продолжение, это в первом обе ствола. Все люди хотят пересмотреть пиро Блэйда и сказать, в смысле? Что, он реально, в смысле? Он же там по всему стрелял, я не понял. И это обманка, это прикольно. Слушай, я на самом деле к тебе с вопросом. У тебя, ты, как ты сам признавался, музыкант универсал. У тебя и танцевальный талант, и ты автор, и исполнитель. А есть что-нибудь еще, что в будущем ты планируешь реализовать? Ну так, навскидку. В плане в музыке? Ну и в музыке, а может быть вне музыки, как-то расширить свои творческие границы. Не, вообще есть одна мечта, то есть связанная с музыкой, с вокалом, отчасти с артистизмом. У меня есть мечта озвучить роль в диснеевском мультике, причем вокальную роль там, где будет персонаж люто петь. Я до того, как начал писать, ну в принципе уже когда писал свои песни, до этого перепел очень много разной музыки. Я перепевал Фрэнка Синатра, перепевал, в общем, я перепевал очень разными голосами. Если кому-то интересно, наберите не лето, там, Аллилуя кавер, или там, есть, я песню перепевал из фильма Гринч, Похитители Рождества, версии Джима Керри. Всю полностью с артистизмом, как у него там есть. Вы офигеете, вы скажете, да ладно, неужели это все поет один человек, неужели это не лето поет? Уважаемый продюсер Редиснея, вы сейчас нас слушаете, зайдите, пожалуйста, в Ютуб, посмотрите, послушайте. Ну а что касается моды и стиля одежды, тут вот в чем дело. Один известный рэпер, назовем его условно муж Насти Ивлеевой. Ну а что такое, почему мы стесняемся слова ЛДЖ, что в этом плохого? Запустил, запустил свой собственный бренд одежды, у тебя нет в перспективе таких планов, чтобы там, условно, не мерч предоставлять людям, что является классикой для музыканта, а вот прям собственный, конкретный, мощный бренд. Чтобы это делать, на это нужно уделять много времени, потому что к любому, это же творческий момент, это же искусство, и это должно быть круто. Если в любом случае хочется сделать какие-то вещи символичные, там не то, чтобы даже было написано не лето, а просто символичные с моей музыкой, с моей идеологией еще как-то, чтобы дарить это своим людям, фанатам, не знаю, всем людям, кто хочет приобщиться к моей семье. Это да, делать какие-то нереальные, основательные, дизайнерские, там, вот такие вещи, это нужно серьезно к этому подходить, а я такой немножко, ну не то, чтобы перфекционист, как бы это очень важно для меня. Поэтому я это обязательно сделаю, и это, наверное, будет что-то тоже настоящее, что-то рушное и уличное, вот. Данил, настоящих тебе творческих успехов и самого настоящего перфекционизма, как в музыке, так и за ее пределами. У меня все. Витя, есть что добавить? Нет, нет, просто на самом деле насчет Диснея прям крутая мечта такая, вот трушная, трушная мечта из детства. Я прям желаю, чтобы она сбылась. Но мне ничего не получилось. Но с тобой ничего не вышло. Хорошо, что ты это не выкладывал, Антон. До свидания. Антон Кабанов, скоро вернусь, спасибо. Продолжаем движение, у нас в гостях не лето. Данил, еще раз доброе утро тебе. Тепло на не лето. Тепло на не лето. Вот, кстати, интересно, если посмотреть твой инстаграм, то первые твои посты, они так и выглядят. Во-первых, что любопытно, у тебя ведь был такой псевдоним еще Данил Хаски, когда ты начинал. И первые два поста это фото, где Данил гуляет с Хаски. И, соответственно, фото, где Данил, и написано тепло, но не лето. То есть вот так и появился твой сегодняшний псевдоним. И Хаски ты убрал, ну просто потому, что есть уже другой Хаски? Хаски я убрал, потому что был Хаски, потом появился как раз тот Хаски, которого знают большинство. И я понял, что как бы, ну, люди же по-разному стреляют. У каждого свой путь. Кто-то стал популярным. И меня, то есть, просто даже в социальных сетях не воспринимали. Уходит там пост с моей новой песней. Все видят Данил там Хаски. Такие, ой, что, есть только один Хаски, все. Ну и мне, в принципе, саму не очень нравилось. Вот, почему не лето, это я придумал прям, просто придумал не лето. Там есть разные, я не буду до конца говорить о смысле. Но он, на самом деле, не сложный. Но вы все равно не поймете. Типло, но не лето, это просто у нас есть совместная песня со Слимом. Слимус из группы Центр. Да, да, да. Вот, и когда мы сделали с ним трек Дети Элиты, он в куплете такой сделал. Типа, тепло, но не лето. Ну, дальше я не буду говорить, там нельзя. Типло, но не лето. Вот, и дальше фраза, я такой, типа, ага, все. И мы просто вырезали стайли, сделали это, как такой некий длип на концертах. Типло, но не лето, там, включая, это обычные деньги у меня. Все, и я как-то раздули, ну, вот. Просто, как бы, это, на самом деле, еще прикольно звучит, нежели когда, типа, а вы знаете, какое у нас сегодня время года, там? А на улице осень все такие, не лето, или там, о, не осень. И вот эти все шутки, конечно, они плоские настолько, что они, как бы, ну, поэтому достают. Ну, ладно, людям, как бы, ну, нужно же пошутить. Ну, это, типа, когда тебя объявляют, так говорят, или как, то есть? Нет, это вообще в жизни, там, встречаешься с кем-нибудь, там, даже какие-нибудь знакомые, друзья, типа, ты с ним, о, здорово, ой, ой, типа, у нас там, че, на улице не зеленый. Че, зима, осень, весна? Вот эта шутка, ну, как бы, понятно, что это созвучно изначально, как бы, с расчетом, что не лето. Вы еще даже не знаете, смысл какой там, типа, вкладывается. На самом деле, сильный, свой личный, вот. А люди, там, настолько плоско шутят, так, блин, научитесь шутить, люди. Слушай, ну, мы говорили о том, что реально разносторонний такой артист, и не только артист, но и спортсмен, принимал участие в шоу «Русский ниндзя» на Первом канале, даже стал финалистом этого проекта. Вообще, сейчас ты успеваешь тратить время на спорт, на танцы, ну, потому что... Ну, по танцам мы поняли, что по танцам тренируешься ты сейчас немного или вообще не тренируешься? По танцам я уже пять лет вообще не тренируюсь, шесть. То есть все видео, которые записаны на ютюбе, это я не тренируюсь. Я просто прихожу, у меня есть пять минут, нажимаем в записи, я танцую. Вот, причем там я несерьезно еще танцую. Но это реально вот феномен того, что наверняка просто, когда ты плотно занимался танцами, не было такой популярности. А когда ты, ну, относительно забросил, просто стал танцевать для души, вот такие видосы стали набирать миллионы просмотров. Не, ну я просто стал заниматься музыкой и шел к цели уже стать артистами. А артист, ну, как бы, ну, все равно это, как бы, ну, популярная личность. Крутым танцором можно быть, тебя никто не будет знать. Это такая, как бы... Это правда, кстати, да, да. Несправедливость, кстати, такая мира современного. Вот реально, кого мы знаем... Ну, танец, танец существует здесь и сейчас просто. Вот он танцует, он есть. Вот перестал, его нет, все. А песня, как бы, это некое... Да, можно танец записать, показать. Но мне, во-первых, кажется, что это не то ощущение. Вот, а во-вторых, ну, типа, много у нас людей, ну-ка, давайте-ка посмотрим танцы. Ну, кроме Мигеля и... Игора Дружинина. Игора Дружинина, да. Слушай, ну, кстати, как тебя вообще, в принципе, занесло на русского ниндзя? То есть ты занимался ОСЕР-гонками как-то профессионально? Или просто, типа, ты всегда тренил, ты был готов... В хорошей форме, да. Мы просто за два года до этого, ну, я всю жизнь, вот прямо, не знаю, с детства, там, в классе всех больше подтягивался, быстрее всех бегал, там, дальше всех прыгал. Ну, вот так вот. Меня папа притянул просто к спорту, он, не знаю, научился кататься на коньках, там, офигенно кататься на коньках. До сих пор могу просто встать, и я полечу. Вот. Там, мы играли с ним в хоккей. У меня папа очень люто спортивный был всегда. У него были какие-то программы, он встал в 5-30 утра, там, осенью, бежал на, там, на озеро, купался, прибегал обратно, делал какие-то курсы, там, пророщенные какие-то пшеницы, и вообще... Ну, у меня папе 65 лет, он, как бы, такой закалки очень. И он вот меня с собой еще брал туда, поэтому мы такие были заряженные. Ну, просто тупо на спорте. В общем, я человек, который любил физкультуру, и когда ее отменяли, я расстраивался, а не радовался. То есть ты не так, чтобы тренил, там, каждый день, по много часов, для того, чтобы... Ну, и вот, и дальше, и вот. Вот, плюс, там, танцы, брейк-данс, вот это все, спортивная деятельность, там, волейбол, там, за сборную, ну, по волейболу играл в школе. Плюс, получается, ну, и в целом, я фанатею за спорт, я на турники, там, гонял, какое-то время я, там, все лето провел на турниках. До того, как появилось еще понятие воркаут, я уже, там, делал выходы, там. Уже 50 раз подтягивался. Нет, ну, на одну руку я делал, вот такой флажок, ну, я закидывал на одну руку, типа, ну, не выход, вот, такие сложные вещи. Ну, понятно, да, 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 да. Вот, и сейчас это сделаю, как бы, люди ведутся, скажут, нифига, ты что воркаут, в смысле, нифига, а я, как бы, воркаутом тоже вообще не занимаюсь, сколько. И, получается, просто мы ходим в зал, и в фитнес-зале у себя разносим зону кроссфита. Все, то есть, грубо говоря, мы занимаемся сейчас чем? Мы придумали свою спортивную игру, которая называется Рангутан Квест. Там нужно пройти от начала, придумываем трассы просто по залу, и нужно пройти с точки А в точку Б, не касаясь земли. При этом еще и пройти это с каким-нибудь объектом, например, с бутылкой воды. И, то есть, она у тебя где-то, как бы, должна быть в руках, в ногах, не в карманах, и тебе с ней еще нужно висим на чем-то перелетать, вот это все делать. То есть, это сложнее, чем русский ниндзи. И для нас, когда мы видели ниндзя-варьер, в Америке ниндзя-варьер, думали, типа, блин, было бы круто там побывать. И потом русский ниндзи, и все, и мы туда сгоняли. Но я тогда не готов был, потому что у меня были песни параллельные. Но ты из Екатеринбурга-то перебрался уже в Москву окончательно или нет пока? Чтобы она здесь была, чтобы было просто свое место, где можно делать дела, нужно отдохнуть. И вот, что очень часто здесь сейчас находимся. Дань, слушай, мы прям, если честно, были рады знакомству. Ты крутой парень, желаем тебе успехов, желаем, чтобы ты дальше развивался и как певец в первую очередь, ну и как танцор на своих же клипах во вторую очередь. Ну и про ниндзя свои возможности тоже не забывай. Спасибо, что пришел. Удачи тебе. Я взамен хочу пожелать всем удачи. И самое главное, вчера, получается, вышла, у меня вышла новая песня, она называется «Повезет». Поэтому прямо сейчас, если хотите увидеть, услышать нового Нелета, которого вы слышали из песни «Любимка», зайдите, посмотрите. Песня называется «Повезет». Я желаю всем в следующем новом году отличной удачи. Всех крепко обнимаю. Спасибо. Спасибо, Дань. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok